друзья всем привет меня зовут георгий я автор rusbd.com портала ведущего в мир комиксов европы сегодня мы с михаилом хачтуровым переводчиком исследователем комиксов поговорим о мишеле плеси авторе ветров вывах до графической адаптации и ветра в песках друзья перед тем как мы начнем попрошу вас поставить лайк этому видео подписаться на наш канал и если вам интересно можете нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео будем благодарны это поможет нам в продвижении видео на youtube спасибо чем цена адаптация ветра вывах да и насколько точно преследует автор оригинал ну вот на этот вопрос я ответить не могу потому что оригинал я не читал более того даже русский перевод его прочитал первый раз исключить исключительно вот перед началом работы с книжкой плеси то есть до этого я оригинал на английском естественно не читал вовсе поэтому мне трудно сказать насколько верно воспроизводит плеси именно оригинал кэнта грэма но я читал очень много отзывов на французских ресурсах и люди которые читали английскую именно на английском версию они говорят что действительно очень близко к оригиналу и судя потому что я я видел фрагменты анимационного фильма по российскому телевидению там пару десятков лет назад мне кажется что действительно он великолепно уловил вот до атмосферу дух и лишний раз подтвердил насколько он вдумчивый тщательно подходящий к любой работе автор и действительно у него репутация в кругу комиксистов именно такая была как человек очень вдумчиво тщательно работающего выпускающего немного то есть он работал долго вот например ветер в песках рисовался девять лет практически то есть по два года на тридцати двухстраничный том я думаю можно показать конечно начать продемонстрировать именно рисунок все-таки ветер в песках отдельно интересен тем что это уже не какой-то сценарий взятый из литературы ветер в песках уже что-то отдельно ветер в все-таки это адаптация это безусловно адаптация и в этом собственно главное отличие ветра вывых от ветра в песках пески это вообще совершенно отдельная история только по внешним каким-то параметрам можно действительно признать продолжением это не продолжение на самом деле это совершенно самостоятельное произведение когда мы перейдем к более внимательным разговору именно ветре в песках я расскажу почему если говорить об их во первых конечно плеси настолько прекрасно рисует пейзажи и все бэкграунды что даже просто если бы не было текста одно удовольствие просто рассматривать его картинки вот плюс вот эта атмосфера это такие мягкие тона очень хорошо передана смена времен года а в ветре вывых это играет очень важную роль по сюжету если мы помним именно вот смена времен года зачастую двигать сюжет в самом неожиданном направлении когда там например герои заблудились в осеннем лесу а потом они вышли оказались уже в зимнем лесу и из-за этого заблудились не смогли найти дорогу вот и вот это вот переходы и причем настроение персонажей тоже меняющийся со смены сезонов и естественно изменение природы все это отражает текст самого кента грэма и плеси нашел мне очень кажется очень хороший графический язык очень точный для того чтобы передать вот эту вот природу англии вот эту вот мягкую сдержанную так сильно отличающийся от яркой и сложной для выживания природы например сахары мы увидим в песках а